Доброе утро! Мы будем начинать наше служение и как всегда, прежде всего, мы обратимся к Господу в молитве и попросим Его благословения. Помолимся. Боже великий и Боже чудный, прими сердечную благодарность за Твою безмерную любовь к человеческому роду. Господь, мы так благодарны Тебе, что Ты Сына Своего отдал ради нашего спасения. Мы так благодарны Тебе, что Ты искупил нас, создал Церковь Твою. Мы так благодарны Тебе, что Ты ведешь нас по этой жизни, благословляешься, заботишься о всех областях нашей жизни. Господь, в том числе и от духовной жизни. Ты привел нас в этот утренний час по молитвам. И мы благодарим Тебя за это. Мы очень хотим побыть в общении с Тобой, и мы очень хотим услышать Твой голос. Благослови нас в этом, Господи. Я молю, чтобы Ты благословил хор поющий. Я очень прошу, чтобы Ты благословил всю программу, которая будет. Господь, управь всем этим и наполни Собою. Даруй силу Твоего Святого Духа. Я от сердца хочу молить и просить, чтобы Ты благословил то слово, которое будет проповедоваться, чтобы оно касалось наших сердец и производило свое действие. Господи, я очень хочу попросить, чтобы Ты и нас приготовил к этому служению. Помоги, чтобы мы были способны воспринимать Твои святые истины. Прибудь с нами и благослови нас. Господи, Ты знаешь, тех, кто смотрит и слушает наше служение благодаря интернету, мы очень просим, чтобы Ты также благословил и их. Все это служение мы веряем в Твои любящие отцовские руки. Прибудь с нами, великий наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Будем петь все вместе. ПЕСНЯ Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. прилагать усилия, но на этом пути человек не сталкивается с таким беспорядочным проявлением вот этих пророста грехов, вот этих плодов греха, и человек живет более спокойной и упорядоченной жизнью. Я, конечно, не говорю о странах, где гонят за Христа, и в этих странах люди действительно платят большую цену за то, что они идут за Христом, но мы здесь живем в стране, где нас никто не преследует, и если мы живем посвященной жизнью Богу, человек может жить более спокойной и упорядоченной жизнью, чем человек, который идет, позволяет себе в своей жизни все, что он захочет. Я говорю это все просто для того, чтобы люди, которые стоят перед выбором, они как-то не прельщались на первостепенную легкость этого широкого пути, чтобы человек понимал, что идущий, вставший на широкий путь, он когда-то придет в конец погибель, и если человек пришел по вот этому широкому пути в вечность, то он уже изменить ничего не сможет, там покаяться уже нельзя будет. Нам Писание говорит, притча о богаче и Лазаре, что из ада в рай не переходят, это будет финальное решение, это будет финальная трагедия, и решить ничего уже нельзя будет. Но пока люди здесь живут на земле, это время для принятия решений, это время, когда человек может сделать самое лучшее решение в своей жизни. Не важно, чего человек добьется в этой жизни, каких вершин он достигнет, какие вершины он покорит, как только человек покоряет какую-то вершину, сразу же в жизни человека приходит какая-то пустота, он понимает, что это не цель его жизни, это не то, для чего он живет, ему нужно покорять следующую вершину, чтобы заглушить это. И сделав таких десяток таких покорений вершин, человек все равно, логически рассуждающий человек, все равно придет к пониманию, что все это суета, это не то, для чего я живу. Потому что истинная цель, смысл жизни человек может найти лишь в Боге. И нет ничего, что могло бы удовлетворить человека вне Бога, нет ничего, что могло бы дать ему чувство полноценной жизни, только в Боге это можно найти. А для того, чтобы иметь этот смысл жизни, для того, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, необходимо пройти сквозь эти узкие врата. Это не простой шаг, возможно, надо через себя перешагнуть, но это то, что даст вам уверенность в завтрашнем дне, даст смысл жизни. Это то решение, приняв которое, человек никогда не пожалеет, ни в этой жизни, ни тем более в будущем. Поэтому додал бы нам Господь, каждому из нас, кто стоит, возможно, перед выбором, или кто, может быть, находится в таком состоянии безразличия, принять правильное решение, сделать правильные выводы. Аминь. Будем молиться. Аминь. 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 Продолжение следует... 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 Господь милосердный, мы благодарим Тебя, что мы сегодня в Доме Твоем, что дал нам желание прийти поклониться Тебе, воздать славу и честь Тебе, Богу Великому. И мы благодарны Тебе, что Ты ведешь нас каждый, каждого своим путем, Господи. Ты даруешь нам и материальные блага, и средства, из которых мы тоже хотим посвятить их на дело Твое, Господи. И Ты благослови, располагай народ Твой, жертвовать на дело Твое, Господи. Также прошу Тебя за второй сбор для тех людей, которые переживают особые материальные трудности, Господи, которые находятся в нужде. Господи, дай нам не забывать и таковых, имея благополучие в жизни. Благослови, располагай народ Твой, жертвовать на дело Твое, Отец им Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. ПЕСНЯ Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнал, Мой любящий Господь, Пошли ей все необходимое, Господи, еще одного ребенка, и когда она возрастет, и когда придет возрастет, чтобы она могла избрать Твой путь, Господи, я очень прошу Тебя, благослови Романа и Лидию, благослови их, благослови как отца и мать, и Господи, очень прошу Тебя, пошли много мудрости, благослови, Господи, чтобы они, воспитывая своих детей, могли воспитать их в страхе Твоем. Просим Твоей милости и Твоего благословения во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы, поздравляя, церкви дарим две книги и открытку, и также памятный подарок в благословение. Пусть Бог вас обильно благословит. Тебе, как жертву адаю, себя и всю мою семью, Пусть есть Господь волью мою и благослови Тебе Свою. Пусть есть Господь волью мою, и благослови Тебе Свою. Аминь. Приветствую вас, пока мы выставим Стараемся, это не группа, это мы случайно собрались. Много лет тому назад, возможно, кто-то из друзей пригласил Давида на собрание верующих людей. И Богу настолько понравилась его реакция, что это осталось на века в Библии. Вы помните эти слова, да? Когда он сказал, возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Божий. И в дальнейшем в салмах он говорит, Господи, хочу прибыть хоть у порога Дома Твоего, благослови желание мое. Сегодня ваши члены церкви, мои друзья, тоже пригласили нас, чтобы прославить вместе Господа. И мы хотим вместе прославить Господа. Хорошо, полезно быть почаще вместе, дружною семьей Господу служить. Нам Господь позволил быть на этом месте, будем же мы временем этим дорожить. Наш Господь достоин славы и хваления за Голгофский подвиг, за мое спасение и за то, что любит Он свое творение. Слава Тебе, Божий, и за церковь тоже, Ты ее создатель и всех благ податель. Помоги нам, Боже правый, ближнего любить сердечно, чтобы войти в чертог Твой славный и прибыть с Тобою вечно. Слава, слава Тебе, Боже, Ты для нас всех благ дороже. Мы Тебя воспеть желаем, глазу Твоему внимаем, к сердцам нашим говори, радость в душах сотвори, Чтоб наполненным Тобой мы греху могли дать бой. И наш стих, и наша песня пусть Тебя прославят вновь. Знаем, любишь нас безмерно, ведь Ты Бог наш, Ты любовь. Слава Тебе, Боже, Ты для нас всех благ дороже. Здесь собрались мы опять. Тайно мистер на всем месте, Слово истины принять. Тайно мистер на всем месте, Слово истины принять. Все земное оставляя, Я стремлюсь лишь к небесам. Сердце мир я обретаю, Приходя, Господень, храм. Приходи, 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 Господень, храм. Приходи, 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 Господень, храм. Здесь в молитве без слабенья Возношу к престолу я Исчезают все сомнения Вера высплечет меня Исчезают все сомнения Вера высплечет меня Все земное оставляя Я стремлюсь лишь к небесам Сердце мир я обретаю Приходя в Господь в храм Приходи, приходи Приходи, приходи Приходи, Господь в храм Приходи, приходи Приходи, приходи Приходи, Господь в храм Вон и день грядущий славный Боже, ты прими меня От свобод тогда свободный Буду прославлять тебя От свобод тогда свободный Буду прославлять тебя Все земное оставляя Я стремлюсь лишь к небесам Сердце мир я обретаю Приходя в Господь в храм Приходи, приходи Приходи, приходи Приходи в Господь в храм Слава Господу Следующую песню мы споем На молдавском языке Для всех присутствующих Здесь стоящих перед вами Это родной язык Это родная страна наша Здесь на земле Где мы родились, выросли Если не все понимают Может не все разговаривают На молдавском языке Хотя бы все понимают Это сто процентов Мы вам гарантируем Мы приготовили Также перевод для него Но хотел бы сказать пару слов О этой стране Молдове Это маленькая страна Из бывших советских республик Наверное самая маленькая Но она славится тем Что она солнечная Она черноземная Говорят так Что если втолкнешь палку Она тоже вырастет там Она известна тем Что когда-то был сослан туда Пушкин ссылку Для него-то оказался раем Туда после обеда Любил Леонид Ильич Брежнев Слетать на охоту Но известна она больше тем Что оттуда вышло Самое больше миссионеров Самое больше миссионеров Поехало в Россию Для того чтобы помогать Разносить весть Евангелия Также она славится тем Что народ Который живет там Он очень веселый И очень певучий Поэтому мы тоже сегодня Хотим прославить Господа Вот этой молдавской песней И благодарить Его Потому что Он простил нашу вину Простил наш грех Потому что Он Господь чудный Играет музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Однажды моя сестра родная подошла к одному брату-служителю, он уже в вечности, и задала один вопрос. Говорит, Павел Артемович, скажите, пожалуйста, почему вот мы не можем сегодня, вот почему невозможно свидетельствовать? Вот он говорит, у меня бывают такие моменты, что я хочу человеку сказать о Христе, но когда подхожу к нему, слова куда-то теряются, не могу связать несколько слов. На что этот человек сказал? Сегодня люди не хотят слышать о Боге. Сегодня люди хотят видеть в нас Бога. Хочется призвать всех нас, чтобы мы ишли вслед за Иисусом Христом. И когда мы будем идти вслед за Иисусом Христом, наша жизнь будет меняться. И люди будут видеть нашу жизнь и будут говорить, что это действительно истинные христиане. Следующее пение, которое мы хотим исполнить, оно будет на украинском языке. Оно будет о том месте, куда мы все с вами идем. О Небесная страна, до тебя я иду. О Небесная страна, до тебя я иду. Я про тебе усім розкажу. Лишь у тебя царю едь небесный спокойный, Бо прийми меня спаси ты мил. Свят за спасом мы пьедем, Свят за спасом мы пьедем, У небесный рай идем, У небесный рай идем, Кам життя новыми распочнем. Свят про тебя не знает, Не может признать, Бо нам треба піти розказать. Що б признали також всі про тебя вони, Що б ми рахти за них на гресті. Свят за спасом мы пьедем, Свят за спасом мы пьедем, У небесный рай идем, У небесный рай идем, Кам життя новыми распочнем. Свят за спасом мы пьедем, Свят за спасом мы пьедем, Свои роды раз, я так гирко, Слезами сальюсь, Ходи я за цей світ подерюсь. Субтитры создавал DimaTorzok За спасом ми підем, у небесний край війдем, у небесний край війдем, нам життя нове ми розпочнем. Ти, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал Тебе, Ты мой раб, я избрал Тебя и не отвергну Тебя. Не бойся, ибо я с Тобою, не смущайся, ибо я Бог Твой. Я укреплю Тебя и помогу Тебе, и поддержу Тебя десницею правды моей. Часто жизнь бросает, Как гладью волной Бог лишь утешает, даруя покой. И через скорби жизни, бури роковой, Слышу с неба голос ясный, я всегда с Тобой. Как роса спадает раннею зарей, Так омою часто, я глаза слезой, К небу вознесуся, я тогда с мольбой. И услышу голос ясный, я всегда с Тобой. И услышу голос ясный, я всегда с Тобой. Только в Иисусе успокоюсь я, В Нем лишь утешенье ждет душа моя. Он мое от бури сердце удалит, И к своей святой лазури в небо восхитит. Субтитры создавал DimaTorzok Перед стихом, когда буду рассказывать, хочу сказать эпиграфа слова прекрасного пения. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, Не для служения царству суеты, Но чтобы в ней, в жизни, среди земных скитаний, Найти следы небесной красоты. Сегодня твоя жизнь отображает эту небесную красоту. Давай ответим вместе. Я и ты. Минута. Ценная валюта. Порой она решает все. Но курс минуты почему-то сегодня в мире не растет. Минуты. Странная валюта. Особый счет к ней. Личный курс, неоцененная, как будто, и ненадежная, как трус. Мы ловим время словно рифмы, и все спешим, спешим, спешим. И продолжаем строить мифы, так ничего и не решив. Минута. Странная валюта. Не купишь их и не продашь, и не отдашь их в долг кому-то. Не повторишь и не повернешь. Как оценить, чья жизнь весомей, чей вклад в валюту тяжелей, Когда предъявим час условный, за жизнь, накопленная в ней. Судьбой подаренное счастье и Богом вытканная нить Осознаешь вдруг в одночасье, что нужно просто честно жить. Нам при рождении миллионы минут наличными даны. Но суета, сует шпионит, ворует время у судьбы. Ты говоришь, что время, деньги, крутиться надо, друг. Постой, постой. Однажды жизнь поставит к стенке, и будут деньги, звон пустой. Не купишь ни одной минуты, чтоб слезы горькие пролить, Чтобы прощения и приюта у неба вечного просить. Ценнее в мире нет валюты. Цени, что дал тебе твой Бог, Дабы последняя минута тебя застала не врасплох. Аминь. Дабы последняя минута тебя застала не врасплох. Девочка-пай Жизнь — это море большое, безмерное пенится злом На корабле, именуемом верою, мы поплывем Вдаль по волнам предстоит наше плавание К той стой желанной и нужной всем гавани Вечная жизнь эту гавань зовут Море штормит и бушует, неистово труден наш путь Рифы соблазнов имели сомнения не обогнуть Но капитан наш глядит вдаль уверенно Иисус Христос, капитан наш проверен И души свои мы веряем тебе В море страстей, в океане блуждания Можно легко потеряться Но капитан всем дает указания Как нужным курсам идти О, Иисус, ты наш локсман испытан И верим в тебя, верим свято Верим, что плавание кончится в гавани Той, что спасением зовут Верим, что плавание кончится в гавани Той, что спасением зовут Субтитры создавал DimaTorzok Ветры соблазнов и бури тщеславия бьют паруса Рифы греха, рифы зла, рифы зависти нет им конца Но наш корабль, наша полная искренно Сдержится стойко и стойко Я вера в нас, вера в Христа Лишь в него одного Зло окружает корабль наш Туман, нами трудно идти И этот путь нашу гавань Желанную как нам найти Но наш Иисус, ты звезда путеводная Вместе с тобой мы пройдем дали Водные души свои Мы веряем тебе В море страстей, в океане блуждания Можно легко потеряться Но капитан всем дает указание Как нужным курсам идти О, Иисус, ты наш лоцман испытанный Верим в тебя, верим свято Верим, что плавание кончится в гаване Той, что спасением зовут Верим, что плавание кончится в гаване Той, что спасением зовут Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Знаете, я попросил Витю, чтобы он проповедовал первым, это сын второго проповедника, но брат Анатолий будет проповедовать вторым. Мы приготовимся слушать Слово Божие и, братья и сестры, пожелания во время проповеди, вообще, когда что-то происходит на кафедре. Не передавайте, пожалуйста, записки. Передавайте во время общего пения, ну или во время любого другого участия в программе. Будем слушать Слово Божие. Мир вам, братья и сестры. Я действительно волнуюсь сильно. Иоанн Богослов сказал такие слова. «Очень обрадовался я, когда нашел детей моих, ходящих в истине». Вы знаете, это приятно, наверное, приятно всем родителям, когда их дети ходят в истине. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на тему, которая озвучена в Библии, как «Поступать благоразумно». Что значит «поступать благоразумно»? Благоразумие – это благо и разум. То есть разум во благо. И я хочу сразу предупредить вас, братья и сестры, что я буду говорить о том, в чем сам нуждаюсь больше всего. Я буду говорить разумным людям. Многие христиане говорят, мы безумны Христа ради. И это правда, в жизни так есть. Одни безумны регента ради, другие безумны пастора ради. Апостол Павел в Коринфянам говорит, «А я разумею, что у вас говорят «я Павлов», «я Аполосов». То есть появились какие-то партии в церкви. Но была особая партия, которые говорили, «А я, Христов, вы в сравнении со мной, прах земной». По работе я вожу школьный автобус и вожу детей в школу. Каждый раз привожу 60 детишек. И, знаете, часто я видел, как родители безумны детям ради. Вот действительно заклинивает, безумны детям ради. А у бабушек и дедушек, как они безумны внуков ради. Ну, поступать благоразумно. Что это? В книге Иисуса Навина, в первой главе, восьмым стихом написано так. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Обратите внимание, в точности. Значит, поступать точно, не уклоняясь ни направо, ни налево. Это очень важное условие – следовать точно, прямо, чтобы быть успешным во всех сферах своей жизни. Что же дальше? Через Писание видно, что Господь производит четкое различие между благоразумием и глупостью, между благословением и проклятием, между раем и адом. Иисус в Евангелии от Матфея, 7 глава, 24-25 стих, учит народ и подводит черту. И говорит, «Всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил свой дом на камне». Что такое благоразумие? Это полезная осторожность. Человек благоразумный – это человек терпеливый, потому что благоразумие делает нас медленными на грех. Писание говорит о том, что благоразумный человек – это человек умный, который идет прямой дорогой. На примере Давида, царя Давида, я хотел бы показать, как нужно поступать благоразумно. 1 Царство, 18 глава, с 14 по 15 стих. «Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним». Вы представляете, какая закономерность? Давид поступал благоразумно, и Господь был с ним. Это какая-то есть взаимосвязь. Но послушайте 15 стих, о чем говорит. И Саул увидел, что он очень благоразумен и боялся его. Бояться человека, который поступает благоразумно – но это факт. Знаете, в чем сила благоразумного человека? Благоразумный человек – это человек принципов, принципиальный человек. Один из принципов Давида – «Не подниму руки моей на помазанье, как Господня». У Давида было много шансов взойти на престол. Но он говорил, «Пусть его съест медведь, или он умрет на войне, но руки моей не будет на нем». Вот посмотрите первую ситуацию. Написана она «Первое царство 24, 4, 8». «Первое царство 24, 4, 8». «И пришли к загону овечьему на дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид и люди его сидели в пещере». Пятый стих. «И говорили Давиду люди его, «Вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделай с ним что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край верхней одежды Саула». Я вообще эту ситуацию трудно представляю. Не знаю, как вы ее представляете. Написано «Давид и 400 мужей в пещере». Ну, знаете, я не знаю, как это. В эту пещеру заходит Саул. Но там сидит Давид и 400 мужей. И Давид встает и так тихонько, мечом, отрезает край одежды Саула. И мне кажется, как благородно поступил Давид. Это мое взрение. Ну, читаем дальше, 6 стих. «Но после сего больно стало сердцу Давида, что отрезал край одежды от Саула». Вы знаете, если так по-человечески, он мог ему отрезать голову, он мог разрешить своим воинам, и они лишили бы его жизни в один момент. Может быть, он бы взял его в заложники. Но вот сердцу Давида стало больно от того, что он отрезал край одежды Саула. Почему? А он нарушил свой принцип. «Не подниму руки своей на помазанника Господня». 7 стих. «И сказал он людям своим, «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господнен». И удержал Давид людей своих семи словами, и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу». Вы знаете, этот пример так напоминает нашу ситуацию, нашу жизнь. Вот мы смотрим на братьев-служителей, смотрим на них и говорим, опять, не то сказал, не туда посмотрел, не то подумал. Я недавно был в Ванкувере на совещании служителей, и напомнили мне до боли старую истину. Там сказали так, «Все люди братья, и мы это все знаем, да? Но вот эти братья, они тоже люди, имеют право на ушибку». Посмотрите на Саула. Кто был Саул? Мы все знаем. Но в глазах Давидов он казался служителем. И вот часто, да, вот нас немножко так с толку сбивают, говорят, что спасен однажды, спасен навсегда. Если имеешь помазание Духа Святого, ты его не пропадешь. Ну так говорят. А вот если на Саула внимательно посмотреть, кто избрал Саула? Саула избрал Господь. Кто помазал Саула? Саула помазал Самуил. Немногие из нас помазаны. Посмотрим дальше на Саула. Саул во пророках написано. Саул пророчествовал, но это еще не все. Написано, «И сошел Дух Божий на Саула». Саул все имел. Был избран, был помазан, был во пророках. Освящен, крещен Духом Святым он. Все у него было. Но у него было всего лишь одно маленькое условие. Одно маленькое условие. Самуил говорит Саулу, «Жди семь дней, и я приду, и Бог утвердит твое царство». И что делает Саул? Он действительно ждет семь дней. Ну такая ситуация. Он ждет. Семь дней прошло. Самуила нет. И не дождался два часа, и может быть двадцать минут. И принес все сожжение. И приходит Самуил и говорит, «Вот сегодня Бог должен был утвердить твое царство, но ты все нарушил». Бог отказался от Саула, потому что тот не дождался двадцать минут, а может два часа. Не знаю. Мы христиане, Бог сказал, «Я скоро приду». И отмерил нам время. И мы ждем. Но вот у нас терпения все меньше, 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 и кончилось. Не хватило терпения. И мы потерпели поражение. Вторая ситуация. Это в Царств 26 глава 7, 10 стих. «И пришел Давид с Овесу и к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, копье его воткнув в землю изголовья, а винир и народ лежат вокруг него. Овеса сказал Давиду, «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожу его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Вы знаете, Овеса, муж сильный, воин от юности, он действительно мог одним ударом и не повторить удара, и не было бы Саула. Но Давид в 9 стихе говорит, «Но Давид сказал Овесе, не убивай его, ибо кто подняв руку на помазанника Господня останется ненаказанным». Поступать благоразумно, как это важно. Но это был первый принцип Давида. Я хочу сказать другой принцип Давида. Другой принцип Давида примерно так. «Не принесу в жертву Господа ничего взятого даром». Возможно, это к вам не относится. Но это был принцип Давида. Я хочу рассказать вам пример из моей жизни. Братья и сестры, так не нужно поступать. Но я вам его расскажу. По жизни все братья и сестры, мы церковь, служим Господу. А мне вот так с детства суждено, что я работаю для Господа. И в 1990 году я был завхозом в церкви. Зарплата была, естественно, небольшой. И я подрабатывал на фабрике корпусной мебели. Электриком дежурным. Три дня отдыхаю, один день дежурю. И меня послали менять лампы. Они назывались ДРЛ. Это такие промышленные лампы. Они были на мачтах. Это очень высоко от земли. Я бы, наверное, уже туда не забрался в моем-то возрасте сейчас. А тогда это было легко и просто. Забрался на мачту и меняя эти лампы. Вы знаете, обычно все электрики брали лампы, поднимались на мачту, выкручивали, бросали их вниз, они разбивались, дворники их сметали, работа была у всех. Но я как-то поступал по-другому, жил как-то всегда не как все люди. Взял пакеты, поднялся на мачты, выкрутил лампочки, сложил в пакеты, аккуратно опустил их, положил под мачтами, все лампочки поменял, пришел, доложил, что я все сделал, меня домой отпустили. Но я же не пошел домой. Я пошел, прошел под всеми мачтами, собрал эти лампочки и иду на проходную. А на проходной-то меня уже ждет начальник цеха, начальник охраны и вся свита. Спрашивают, что несешь? Я говорю, лампы несу. Куда несешь? В дом молитвы несу. А он, ты, говорит, знаешь, что воровать грех? Я говорю, слушай, начальник, воруют через дырку в заборе, а я мусор несу. А он говорит, нет, воровать грех, положи и иди домой. Вы знаете, я так, ну, плохо мне стало. Я оставил это все и пошел домой. А с дома пошел в дом Божий. Прихожу, а в сторожке коробка стоит. Коробка. Я спрашиваю сторожа, что это такое? Он говорит, тебе принесли. Открываю новые лампы. Спрашиваю, кто принес? Да один, говорит, крутой на джипе приехал и привез для тебя. Ну, начальник цеха. Утром прихожу к начальнику цеха и говорю, вы меня вчера учили воровать грех, а принесли коробку с лампами. А он смотрит на меня и говорит, тебе воровать грех, иди работай. Вы знаете, у Давида был принцип, не принесу в жертву Господа ничего взятого даром. В 1 Паралипоминон, 21 глава, 23-25 стих написан так. «И сказал Орна Давиду, возьми себе, и пусть делает господин мой царь что ему угодно. Вот я отдаю валов на всесожжение, молотильное орудие на дрова, пшеницу на приношение, все это отдаю даром». «И сказал царь Давид Орни, нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену и не стану приносить твоей собственности Господу и не буду приносить во всесожжение взятого даром». И дал Давид Орни за это место 600 сиклей золота. Вот это был принцип Давида, и он не нарушал его. И потом это место, которое купил Давид, стало храмовой горой. На нее и он принес во всесожжение Господа. Но вы знаете, мы русские люди, мы все хотим даром. Благоразумный человек, этот человек честный. Это в 1 царств 17, 39 написано, 39 стих. «И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению». Потом сказал Давид Саулу, «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снялся Давид все, и снял Давид все это с себя. Мы часто по жизни одеваемся в царские одежды. Вы знаете, хотя странно выглядим, но по-царски. Давид говорит, «Я пастух, и мой посох проща куда надежнее меча». Позже Давид в 90-м псалме напишет, «Не приключится к тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Так поступал Давид. Следующая ситуация. Предложение быть зятем царя. Вы знаете, какое лестное предложение. Престижно, заманчиво. Жить в царском доме, быть зятем царя, быть зятем Путину. Смотришь, подарит нефтяную скважину и качай из нее деньги. Но Давид не ловится на то, что блестит. В первое царство написано, «И приказался услугам своим, скажите Давиду тайно, вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя. Итак, будь зятем царя, и передали слуги Давиду в уши Давида все слова эти. И сказал Давид, «Разве легко вам кажется быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный». Ситуация следующая. Праздник в доме царя Саула. Но вот Давид не хочет идти на праздник. У него сердце чувствует опасность, и он отпрашивается у Инофана. Вы знаете, он приучен различить добро и зло. Но прошел первый день, но ничего не случилось. Но Давид неспокоен и просится на второй день. Это 1 царство, 20 глава, 30-31 стих. «Тогда сильно разгневался Саул на Инофана и сказал ему, «Ты сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иисеевым на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иисеева будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». Вы знаете, вот Давид был правее, не пойдя на праздник. Он не спешил в этом благоразумие Давида. В моей жизни была такая ситуация. Ко мне пришла моя соседка, американка, и говорит, я жду ребенка, и мне три курицы в огороде, они мне в тягость. Ну, самое странное в этой соседке, то, что три курицы, которые в огороде, ей в тягость, а три огромных пса в доме, ну, не мешают. Я говорю, да не беда, моя хорошая. Скажу детям, пришли дома вечером сыновья, взяли курятник вместе с курями, отнесли мне за гараж. Живут эти три курицы. Мирно, спокойно. Но прошло время, и одна курица села на яйца. 30 дней сидит, и ничего с ней не сделаешь, не встает. Думаю, что же делать с этой курицей? Заказал на интернете коробочку такую, цыплят, привезли мне такую коробочку. Все пищат, все довольные. Ну, пустил я их к этой курице. Она их приняла, водит, довольная, радуется. Ну, один цыпленок убегал от мамы. Наши дети говорили, он любил чилать, гулять. И чилал он в соседнем огороде. Там, знаете, огород у кореянки хороший. И вот он там бегал. Ну, не беда бы, кореянка-то не ругается. А вот кот там смотрел на это дело, смотрел, и решил открыть охоту. И поймал он его. Белага такой писк и виск поднял, что прибежала приемная мама, поклевала кота. Кот запомнил это, на всю жизнь, наверное. И трогает больше этого цыпленка. Ну, к чему я это все говорю? Есть путь праведности. На нем Господь. Он охраняет путь правды. Притчи 2,8 написано. Он охраняет путь правды, оберегает стезю святых своих. Но есть путь беззаконных. На нем Господа нет. Поступать благоразумно. Вот дочь Иакова пошла посмотреть, как сыны Востока живут, и попала в беду. Когда я пел в хоре, то слышал, как молодые братья рассуждали. Как хорошо и как вкусно кормят в казино. Пойдешь туда, и еда дешевая. А я подумал, еда хорошая. Прапорти сатанинские. Еду по городу, смотрю бар. В нем брат сидит, обедает. Вы знаете, как много приманок у сатаны. Знал одного молодого человека. Пошел в казино. И вы знаете, выиграл. Пошел на второй день, снова выиграл. Пошел на третий день, снова выиграл. И знаете, что-то щелкнуло внутри этого молодого человека. Дома сидеть не может. Бежит в казино. Бежит, знает, что проиграет. Но сидит в казино и крепится. Но там же добрые люди и накормят, и напоят. Но как выпьет. Проиграет все и в долг. Вот, если христиане, написано, ой, я знаю такую истину. Если христиане пьют стаканами, то сын твой будет пить литрами, а внук – галлонами. Вот Константин Лиховодов сказал как-то хорошую мысль. Если ты пьешь ради желудка, то пей по чайной ложке на ночь натощак. Вот это поможет. Или просто пей воду и веруй, и это будет очень здорово. В заключение хочу дать два рецепта поступать благоразумно. Первый рецепт. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Второй рецепт у Иакова. Брата Господня. Иакова 1,5. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающим всем просто и без упрека, и дастся ему. Давайте помолимся об этом. Аминь. 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 Продолжение следует... 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 строительству, которое у нас ведется. Поэтому, пожалуйста, будем готовиться. Кроме этого, мы уже неоднократно объявляем, что с 24 по 25 марта в нашем Доме молитвы будет большая конференция. Конференция Альянса церквей евангельских христиан-баптистов Северной Америки. Звучит очень громко. Мы не знаем, сколько людей приедет. Вот этот вопрос остается до конца неизвестным для нас. Наверное, только в день регистрации мы узнаем, сколько будет людей. Я очень прошу, братья и сестры, пожалуйста, настроимся на то, чтобы принять гостей в наших домах. Мы имеем такую заповедь от Господа – не забывать странно приимство. И там даже апостол Павел пишет, что некоторые, не зная того, приняли в своем Доме кого? Ангелов. Если бы я сказал, что с 24 по 25 число нас посетит много ангелов, кто хочет в своем Доме ангела принять или самого Иисуса Христа, я думаю, что, наверное, много желающих было бы. Но приедут простые братья и сестры, наши братья и сестры. Надо принять простых братьев-сестер. Поэтому, пожалуйста, подойдите и запишитесь. Ответственные за размещение братья Корнута Олег и Савченко Владислав. Владислав сейчас находится в рейсе. Олег здесь находится. Поднимись, пожалуйста, чтобы братья тебя еще увидели. Пожалуйста, пройдите сюда вперед, Олег, после служения пройди вперед. Подходите записываться, потому что время приближается, нам нужно размещать гостей. И еще одно объявление. В следующую субботу, 18 числа, в 10 часов утра, в нашем Доме молитвы состоится молитвенный завтрак сестер. Все сестры всех возрастов, и молодые, и пожилые всех возрастов приглашаются на это общение. Пожалуйста, в 10 часов утра не проигнорируйте эту просьбу, потому что, я думаю, будет хорошее, благословенное общение. Наши последующие служения. Сегодня у нас собрание будет в 5 часов вечера. Братья и сестры, если у вас нет какой-то особой нужды, чтобы пропустить это собрание, не пропустите его. Обязательно приходите. Вечером у нас тоже в служении будет участвовать гость. В 7 часов вечера молодежное собрание, вся молодежь приглашается. На неделе в 7 вечера в понедельник разборы русская школа, в пятницу в 7 вечера бытие и воскресная школа, исследование книги бытие. В воскресенье в 10 часов утра служения и в 5 часов вечера. В следующее воскресенье у нас будет годовое отчетное членское собрание. Поэтому, пожалуйста, все сердечно на это служение, все члены церкви приглашаются. На вечернее, да, на вечернее служение это будет членское собрание. Очень приятно видеть сегодня среди нас много гостей. Может быть, есть к нашей церкви приветы? Пожалуйста, братья и сестры, вы можете передать приветы к нашей церкви? Принимаем. Есть еще приветы к нашей церкви? Церковь Благодать, город Ванкувер. Спакен, церковь на горе. Грузия и Украина от братьев, которые трудятся и которых мы поддерживаем тоже. Все приветы. Сердечно благодарим и просим, кто будет куда-то отъезжать, писать или звонить, передавайте от нашей церкви сердечный христианский привет. И если у наших гостей появились какие-то вопросы или кто-то желал бы присоединиться к нашей церкви и стать членом нашей поместной церкви, вы после собрания можете подойти сюда вперед. Мы готовы уделить вам время и внимание. Молитвенные благодарности и просьбы. Много благодарностей и дни рождения все. Есфирь, 4 года. Дмитрий и Илона Тукусер, благодарят Господа. Маргарита, 9 лет, день рождения. Родители благодарят. Анатолий Руснак, 18 лет. Родители благодарят, что Господь хранил, просят о благословении. Кроме этого, семья Шиндяпиных благодарит за Гедеона. У него день рождения, он сегодня с нами. И также, я так понимаю, у их сына Акима, тоже день рождения, 11 лет. Слава Богу! Семья Чварун благодарит за сына своего Давида. Ему исполняется 15 лет. Кроме этого, мы молились за Олю Шиндяпину, чтобы Господь благословил роды в этой семье. И Господь благословил. Родилась дочка, которую они назвали Милой. Семья Шиндяпиных благодарит за это. И мы присоединяемся. Слава Богу! Кроме этого, просьбы. Сестра Федора, Серд, просит о своей поездке на Украину. О благословении поездки туда, пребывании там и о благословенном возвращении. И сестра просит помолиться за Ольгу Витальевну Лихолет. О том, чтобы Господь благословил и уврачевал ее после болезни. И, братья и сестры, я несколько раз просил вас молиться за Мишу. Я рассказывал, что это молодой еще человек, полностью парализованный. Был он на протяжении 8 лет. И на этой неделе Господь отозвал его вечность. В мире, в таком состоянии покоя, Бог перевел его в вечность. Поэтому, если кто-то молился о нем, можно о нем больше не молиться. Я верю, что он уже находится у Господа. И, в общем-то, конечно, это большое облегчение для всех тех, кто ухаживал за ним. Поэтому мы будем благодарить Господа, что он устраивает и жизнь, и смерть, и все по его воле происходит. Это, наверное, все объявления, благодарности, просьбы. И я прошу сюда подняться молодых людей. Очень приятная часть. Пожалуйста, молодых людей прошу подняться сюда. Марк, а чего букет дрожит у тебя? Серьезно? Букет дрожит. Ты волнуешься, что ли? Чуть-чуть, говорит, волнуется. А я сильно волновался в такой день. Представляю этих молодых людей. Мы их хорошо знаем. Кружков Марк, Лукьян Надежда, они члены нашей церкви. И вчера состоялось сватовство, где присутствовали обе эти семьи. Родители свидетельствуют, что они благословляют своих детей на этот шаг. А мы видим ответ на наши молитвы. Вы обратили внимание? В начале года мы очень молились, чтобы Бог дал нам много свадеб в этом году. И вот Бог отвечает на наши молитвы. Мы радуемся этому. Мы рады видеть вас здесь. И мы рады тому, что вы правильно все делаете. Благослови вас Господь поступать так же и дальше. Итак, это жених и невеста. Если вы вдруг увидите их вместе, не смущайтесь. Они готовятся к свадьбе. Ну а вам такое пожелание. Вы, пожалуйста, себя храните, чтобы не потерять благословение. Обещаете? Марик, в первую очередь это твоя ответственность. Благослови вас Господь. Итак, мы будем молиться в заключении. Я хотел бы попросить, чтобы заключительную молитву совершил Папа Марика, брат Игорь Георгиевич. Пожалуйста, давайте мы встанем для этого. Господь, дорогой, благодарим Тебя сердечно, что Ты любишь и благословляешь нас. Благодарим Тебя за это утро, за служение, которое Ты дал, за много наставлений. Господи, благодарим Тебя. И наше желание, наша молитва к Тебе, Господи, благослови, чтобы то, что Ты говорил нашим сердцам, чтобы оно не ушло как-то так в суете, но чтобы оно осталось глубоко в нашем сердце. Благослови, Господь, чтобы мы действительно были благоразумны в жизни. Я очень прошу Тебя, чтобы Ты благословил, чтобы мы могли, продолжая идти по Твоему узкому пути, всегда принимая решения правильные, те, которые Ты ожидаешь от нас, Господи. Благодарю Тебя за то, что Ты любишь и благословляешь нас. Благодарю Тебя за все благодарности, которые Ты, Господи, благословлял детей Твоих. Я очень благодарю Тебя за все услышанные молитвы, и также благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты действительно благословляешь нас и даешь все необходимое, Господи. Благодарю Тебя за Марка, за Надю, за то, что Ты, Господи, благословлял их до этого дня, до этого часа. Я очень прошу Тебя, Господи, благослови, чтобы они могли сохранить себя в чистоте и святости. И благослови всю подготовку, и благослови, Господь, тот день, когда они предстанут перед Тобой и перед Церковью. Хочу, Господи, чтобы Твое благословение было над них. Я очень прошу Тебя, Господи, за все нужды, которые были зачитаны. Благослови каждую, Господи, особенно те, кто нуждается в исцелении, в Твоей помощи, в Твоей поддержке. Выйди навстречу и благослови. Господи, благослови тех, у кого дни рождения. Пошли им тоже много милости и Твоих благословений. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил сейчас, когда мы пойдем к домам нашим, храни нас. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры. Приветствуйте друг друга. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...